Очень много таких случаев. И химоружие, оно, конечно, очень сильно применялось против нас и применяется, я уверен, до сих пор. И среди чеченцев тот, через кого они, российские спецслужбы, травили наше сопротивление, это был Магомед Даудов, лорд. Он занимался всей этой темой, организацией, добавлением этого всего, доставкой. В том числе, скажите честно, если сейчас провести честные выборы в Чечне, сколько процентов проголосуют за Кадырова? Так, если в Чечне проводить честные выборы, то я думаю, в этих честных выборах Кадыров вообще не сможет участвовать. В принципе, он не сможет участвовать в честных выборах. Но так, если представить себе подобное, то нужно еще понимать, кто будет против Кадырова. Если это будут честные выборы, в которых будут участвовать Кадыров, Даудов, Делимханов, то наверняка, наверное, победит Кадыров. То есть, здесь надо понимать, из кого люди вынуждены будут выбирать. А так, если провести честные выборы, а честные выборы подразумевают, что кандидат, он-то тоже кандидатом становится, не просто так. Чтобы стать кандидатом, за ним должен быть какой-то электорат, определенное количество людей. То я думаю, что если честно к этому подойти, то Кадыров вообще не смог бы стать кандидатом в Чечне. Томсона, вопрос ли заблюдки о влиянии Кадырова на отношения с арабским миром. Путин ответил с усмешкой, что Кадыров такое же влияние оказывает, как и другие. И политикой занимается МИД. Грязный вырезал это. Не оценил, да, хозяин? Старание своего пса. Томсо, ты считаешь Рамзана Кадырова и его окружение мусульманами, хоть и заблудшими? Я считаю Рамзана Кадырова и его окружение преступниками. Как относишься к муфтиям на Кавказе и в целом России? Негативно отношусь к ним. И на Кавказе, и в целом России. Суфи и шииты выходят из религии, по твоему мнению? Я думаю, что по шиитам уже скоро, скорее всего, будет единогласное мнение о том, что их выведут, скорее всего, за пределы ислама. Я так думаю. До сих пор нет такого единогласия среди ученых. Кто-то уже сейчас высказывается по поводу шиизма, что это уже не ислам. Но большинство до сих пор говорят, что шииты, у них есть разные течения внутри шиизма. И кто-то из этих течений не мусульмане, как, например, алавиты, рафидиты. А кто-то еще остается в лоне ислама. Такое мнение пока еще в большинстве мы встречаем. Но я думаю, что это дело времени, потому что шиизм, он очень сильно изменился по сравнению с тем, что было 200 лет назад, 300 лет назад. И он меняется, он все больше и больше отдаляется, уходит от каких-то основ, от фундаментальных основ ислама. Но я думаю, что очень скоро будет уже какое-то единогласное решение фетва больших ученых ислама. Там Ляджин, Дайма или кто-то, этот комитет больших ученых в Сауде. И кто-то, я думаю, в конечном итоге вынесет уже это решение. И этот вопрос станет уже определенным. По суфиям, конечно, нет, здесь такого не будет. Потому что суфии в целом как течение остается в лоне ислама, причем даже в лоне сунизма они остаются. Но отдельные, наверное, какие-то виды суфиев, они, конечно, покинули уже ислам давно. Но в целом, как бы, все это течение, всю группу из религии никто не выводил и вывести их нельзя. Возможно, придет то время, когда и по ним какое-то такое решение будет принято. В Аллаху Адаму, я не знаю. Но пока нет, конечно. Томсо, спасибо за объяснение. А когда Ичкерия пришла во власть, они именно по честным выборам пришли? Если да, то как эта система была выстроена? Да, конечно, выборы при Ичкерии... Еще надо, правда, определиться, про какие мы с вами говорим. Если мы говорим про выборы президента, на которых выиграл Масхадов, то эти выборы были признаны во всем мире. И там присутствовали наблюдатели из ОБСЕ, как бы ни у кого не было претензий к этим выборам. И в том числе, что, наверное, самое важное в этом деле, они были признаны и самой России на тот момент. Поэтому президент Аслан Масхадов был абсолютно легитимным президентом нашего государства. По поводу этих выборов не было ни у кого вопросов, что они там типа нечестные, что они были сфальсифицированы и так далее. Да, конечно, они были честными. Были ли какие-то нарушения там, может быть, на каких-то отдельных участках? Наверняка были, наверное. Я, правда, не знаю, как и на всех выборах это бывает. Но в целом они, конечно же, были честными. Саламу алейкум, Томсо. Смотрел ли ты документальное видео Парфенова о двух войнах в Чараи? Оказывается, русские испытывали свое химоружие Полоний и Новичок на пленных чеченцев. И после всего этого мы любим Путина. Ваалейкум ассалам. Я не смотрел документальный фильм Парфенова, но по поводу Новичка Полония могу сказать. Перед тем, как был отравлен Литвиненко в Лондоне, Сначала умер Леча Исламов по прозвищу Борода. Он был криминальным авторитетом одно время, во времена 90-х. Затем он возглавлял одну из групп во время Второй Российско-Чеченской войны. Он был подчинен ему Хамзата Гилаева. И он попал в плен. Попал в плен, он был арестован. Есть видео, где он отвечает на вопросы ФСБшников. Ведется допрос. И вот его должны были этапировать, я сейчас не помню куда именно, в какую-то другую колонию. И перед тем, как начался этап, его пригласил к себе начальник колонии, угостил его чаем с пряником. Леча выпил чай. Начался этап. В Волгограде Леча стало плохо. Он попал в кому. Его, значит, в Волгограде снимают, кладут его в больницу. В больнице у него полностью выпадают все волосы на теле. И он умирает. И после этого, ровно с такими же симптомами, погибает Литвиненко в Лондоне. И тогда мы узнаем, что это эти симптомы от полонии. То есть, это уже расследование, ведь в Волгограде не проводилось, само собой, понятно. Ему просто стало плохо. У человека не выдержало сердце. Ну, как они что-то такое написали в заключении. То есть, там, разумеется, никто не определял, что его отравили. А здесь, когда британские правоохранительные органы провели расследование, мы узнали, что Литвиненко был отравлен полонием. И теперь мы понимаем, что прежде чем отравить Литвиненко полонием, его испытали на другом, на чеченце, в России, на Лече-Бороде. Также есть очень много таких случаев в чеченском лесу, когда, например, мы знаем о том, что был отравлен Хаттаб. Это такой известный случай, так как Хаттаб был очень видным генералом, командиром, одним из командиров чеченского сопротивления. Поэтому мы об этом знаем. Мы знаем, что его отравили с помощью письма, он прочитал, и после этого ему стало плохо, он больше не выкарабкался. Но есть еще много других, как бы, случаев, когда не столь известные члены чеченского сопротивления, они погибали, будучи отравленными. И это происходило по-разному. Где-то отравлялась еда, где-то отравлялась одежда верхняя. И там дошло до того, что, когда привозили новую форму для нашего сопротивления, они не одевали ничего из этого, не прокипятив это предварительно. То есть, те какие-то меры предосторожности, которые они могли предпринять в лесу, это только вот скипятить. То есть, какой-то химобработки, ничего подобного у них, разумеется, нет, нет каких-то лабораторий, нет какого-то тыла элементарного, куда можно было бы это отослать, чтобы это проверили. Поэтому они вот то, что подручно для них, это, ну, скипятить. И таким образом, возможно, если это убьет там ту заразу, что есть на этой форме, то она, значит, уйдет. И они вместе с обувью это все кипятили, только после этого, значит, одевали. Потому что было много случаев, когда пришла новая форма, ее одели, и все, кто одели, умерли. Так, например, был, погиб Юнадий Батаев. Он был на тот момент командующим у Росмартановского, по-моему, сектора. И таких случаев очень много. А про еду там вообще говорить не стоит. Есть, были моменты, когда отравляли мед. Мед, для нашего сопротивления, мед это не лакомство, которое они как бы кушают. Мед это универсальный антисептик. Любой человек, который получает ранение, ему рану обрабатывают медом. У них нет ничего другого, понимаете? У них нет там каких-то антисептиков, аптеки нет в лесу, куда ты можешь прийти и что-то купить. Поставок медикаментов тоже нет. Поэтому мед это такое вот универсальное средство. Им и рана, и там все, что угодно обрабатывается медом. Поэтому мед для наших бойцов это была очень важная вещь. И был случай, когда привезли мед, они все его расфасовали по своим тарам. И какая-то небольшая часть осталась, ее некуда как бы уже одевать, все тары заполнены. И они вот эту вот небольшую часть оставшуюся они поели. Вся группа погибла. Причем очень мучительная, мучительная и тяжелая смерть. Очень много таких случаев. И химоружие, оно конечно очень сильно применялось против нас и применяется, я уверен, до сих пор. И среди чеченцев, российских чеченцев, которые сегодня работают на российскую власть, по моей информации, человеком, заведующим вот этой темой ядов, точнее, что я имею ввиду под заведующим, тот, через кого они российские спецслужбы травили, наше сопротивление, это был Магомед Даудов, лорд. Он занимался всей этой темой, организацией, добавлением этого всего, доставкой. Магомедия Магомедия